Здравствуйте! В эфире интервью. Поговорим о том, что такое цифровой контур здравоохранения. У нас в гостях директор Медицинского информационно-аналитического центра Дмитрий Щеглаков. Дмитрий Александрович, здравствуйте! Здравствуйте! Давайте для начала расскажем, что это за учреждение Медицинский информационно-аналитический центр. Медицинский информационно-аналитический центр, сокращенно у нас это аббревиатура МИАЦ, это учреждение здравоохранения особого типа, он относится к таким, есть у нас, которые не оказывают медицинскую помощь населению. Целью деятельности нашего учреждения является развитие единой информационно-аналитической системы обеспечения здравоохранения Умской области. Предмет деятельности – это сбор, обработка, анализ данных и статистической информации о кадровом обеспечении, о здоровье населения города Умска и Умской области. Ну, это отдельный блок у нас, также идет информатизация здравоохранения, все, что касается программ, сервисов, оборудования компьютерного. Если вернуться к обработке статистической информации, то у нас ежегодно собирается 38 форм госстат-отчетности, также ведутся оперативные мониторинги, их у нас порядка 85, они бывают ежедневные мониторинги, еженедельные, ежемесячные, квартальные, ну и так далее. Ну, а то, что по информатизации, это у нас каналы связи, то есть у нас создана в учреждениях единая защищенная сеть передачи данных, установлено везде типовое оборудование, также это оснащение компьютерным оборудованием, рабочих мест, медицинского персонала, оснащение электронными подписями, ну и работа в системах. А почему Ваша деятельность так важна? Можно ли сказать, что она касается буквально каждого мяча? Да, конечно, можно так сказать, потому что наши мячи приходят в медицинские организации, приходят врачу, а врач уже ведет персонифицированный учет медицинской помощи в информационных системах. Поэтому это касается всех нас. Мы знаем, что уже не первый год реализуется мероприятие регионального проекта создания единого цифрового контура здравоохранения на основе единой государственной информационной системы здравоохранения. В чем заключается этот проект? Данный проект у нас реализуется с 2019 года, рассчитан он до 2024 года. В проект входят инфраструктурные мероприятия, а также программные. В данном проекте есть определенные показатели. Например, на 2023 год мы должны достигнуть в различных долях 73 показателя по информатизации здравоохранения, по различным сервисам и программам. Основной программой у нас является региональная медицинская информационная система, в которой работают сотрудники медицинских организаций. она содержит 42 модуля в своем составе, внутри нее формируется 41 медицинский документ, то есть в системе. Работает 21 тысяча сотрудников, заполняют и ведут и наполняют эти сервисы и эти регистры, чтобы потом эти данные передавались в электронную медицинскую карту так называемого пациента, которая у нас единая, чтобы создать цифровой профиль пациента так называемый на каждого жителя нашей области. Правильно понимаю, то есть работа направлена на то, чтобы улучшить условия и для пациентов, и для медиков, для административного персонала. Да, то есть система должна упрощать работу медицинского персонала, то есть за счет встроенных справочников, подсказок. Например, в этом году мы будем внедрять систему искусственного интеллекта для распознавания снимков компьютерной томографии легких. То есть система направлена на то, чтобы помогать врачу в своей работе, а пациенту, для того, чтобы он имел в электронном виде все данные о своем состоянии здоровья. Когда мы говорим о различных электронных сервисах, первое, что приходит в голову, это портал Госуслуг. Скажите, какие возможности имеют и МИЧИ именно в сфере здравоохранения на этом портале? Единый портал Госуслуг, он все время дополняется, развивается на федеральном уровне. Соответственно, поставщиками информации являются сведения, которые вносятся в систему региональную медицинскую. На портале Госуслуг сейчас много сервисов уже доступно. Там есть отдельный раздел «Мое здоровье». В данном разделе можно записаться на прием к врачу, вызвать врача на дом, прикрепиться к медицинской организации, записаться на вакцинацию от COVID, посмотреть свои сертификаты, данные по полюсу ОМС. Также можно получить данные о своем состоянии здоровья, о стоимости оказанных услуг. То есть очень много, что можно подчеркнуть из данного раздела на портале. Ну, основной, самый популярный сервис – это, конечно, запись на прием к врачу. Ежемесячно около 200 тысяч по всем источникам записи проходит. К любому ли специалисту можно записаться или есть нюансы? На портале Госуслуг в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения Российской Федерации обязательными являются у нас 14 специальностей врачей. Это врач общей практики, он же семейный врач, терапевт участковый, педиатр участковый, врач-хирург, хирург-детский, офтальмолог, лор, фтизиатр, потом психиатр-нарколог, психиатр также детский, стоматологи, взрослые, также детский, стоматолог-терапевт. Это обязательные специальности, которые должны быть в своем составе в каждом учреждении, и расписание должно на них формироваться. Рекомендовано, чтобы доля талонов для интернета в расписании работы врача составляла не менее 60%, чтобы они были доступны для самозаписи. По Омской области, если по последним данным, доля составляет сейчас 76% выкладки талонов от рабочего времени врача. Дмитрий Александрович, а как тогда попасть на прием к узкому специалисту? К узкому специалисту можно записаться по направлению врача, также через портал госуслуг направления, это доступно, через колл-центр медицинской организации, через регистратуру. Привезите к участковому, например, терапевту, который вам тут же посмотрит, направит на дополнительные исследования, если они требуются. В электронном виде он также может записать к себе на повторный прием, к узкому специалисту, находящемуся в этом учреждении, может записать в специализированные учреждения или учреждения, оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь, которые на территории нашего региона работают. То есть все это также происходит в электронном виде. Вы сказали, что доля электронных талонов через портал госуслуг составляет в нашем регионе 76%. То, что мы превышаем рекомендуемые показатели, это хорошо или плохо? Это, я считаю, хорошо, потому что доступность медицинской помощи – это очень важно. Если говорить про работу электронных сервисов, насколько она отлажена? Как часто пользователи сталкиваются с проблемами, ошибками? Ошибки, конечно, бывают, и сбои в работе сервисов бывают, но они очень редки. У нас все учреждения работают на едином сервере, который находится в нашем центре обработки данных, в нашей организации. То есть мы предоставляем доступ всем учреждениям. Ошибки также идут и со стороны пациентов. Например, пациент не прикреплен к данной медицинской организации, но он может изменить прикрепление, может через портал госуслуг, может по личному заявлению это сделать, выбор медицинской организации. Ошибки также бывают в персональных данных пациентов, которые они вносят в свой личный кабинет. То есть или там номер полиса, или номер фамилии. Не стыкуются тогда с региональной медицинской информационной системой. Но у пациента есть возможность на том же портале госуслуг подать обращение в медицинскую организацию через платформу обратной связи. Это обращение будет рассмотрено в течение одного дня и будет ему предоставлен ответ. Или может в колл-центр также позвонить и решить свою проблему. То есть мы стараемся оперативно решать возникшие трудности и проблемы и нивелировать ошибки в системе. Мы понимаем, что процесс информатизации – это всегда движение. Дмитрий Александрович, расскажите о планах на будущее. Что будете делать в ближайшее время? Как я ранее говорил, в этом году, в 2023-м, у нас запланирована интеграция системы искусственного интеллекта по распознаванию снимков компьютерной томографии легких. Также дополнительно дооснащение нашего центра обработки данных серверным оборудованием, где установлена наша региональная медицинская информационная система, то есть расширение вычислительных мощностей, доработка самой системы в части новых документов электронных, которые будут доступны пациенту, замена автоматизированных рабочих мест, то есть компьютеров, которые установлены в наших учреждениях. У нас все учреждения 100% медицинского персонала оснащены компьютерным оборудованием, но понятно, что проходит время, техника устаревает, и поэтому требуется замена. Поэтому также мы меняем по мере возможностей рабочие места. Ну и, конечно же, это защита персональных данных, что очень важно в наше время. Постоянно защищаем каналы, защищаем рабочие места, чтобы персональные данные, сведения о состоянии здоровья пациента никуда у нас не утекали. Дмитрий Александрович, желаем Вам успехов в работе, спасибо за интересную беседу. Спасибо Вам. А я напомню, это было интервью с директором медицинского информационно-аналитического центра Дмитрием Щеглаковым. В студии работала Диана Камалединова. До встречи в эфире. Диана Камалинова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok